Заседание Политсовета Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» началось с тайного голосования. Партийцы решали, кто возглавит список на выборах в областной совет. Первое место оказалось у главы региона Олега Королёва, второе место с разницей в один голос у Павла Путилина и третье у Юрия Савина. Затем были утверждены ещё 28 кандидатов, которым предстоит побороться за место в региональном парламенте по одномандатным округам. Был сформирован и партийный список из региональных групп, каждая из трёх человек. Мандаты будут распределяться в соответствии с количеством полученных партий голосов. Затем слово взяли кандидатов депутата Государственной Думы. Они рассказали об итогах 15-го съезда партии. Никакого сокращения социальных расходов не будет. И продекларировано, что в предстоящие пять лет нам предстоит ещё сильнее сориентировать бюджет в сторону социальных расходов. Секретарь Липецкого регионального отделения «Единая Россия» Михаил Гулевский, говоря о съезде, отметил, что партия представила чёткий план действий, сформированный избирателями. Самое главное, этот документ рождался снизу. Мы с вами начинали говорить о наших предложениях, о наших проблемах, которые существуют в наших регионах. И затем наши предложения уже появлялись там. Понятны экономисты, понятно политологи, понятно огромная группа людей, которая дорабатывала этот документ. Не обещать невыполнимого и выполнять обещанное – это высказывание председателя правительства Дмитрия Медведева. Партия отказывается от любого популизма и переходит только к конкретным действиям. Самое главное, людям говорить правду, которую мы утвердили в этой программе на данном съезде. В числе представителей Липецкой делегации на съезде «Единой России» присутствовал Александр Афанасьев, депутат Липецкого городского совета. Он стал 11-м в списке региональной группы. Он уверен, что программу на ближайшую пятилетку прекрасно сверстали и в экономическом сегменте. То, что в программах обозначено по поддержке малого и среднего бизнеса, даст в ближайшее время колоссальный скачок для страны. Так как в нашей стране предпринимательством занимается 10-15% населения, когда в Европе до 80%. Если государство поддержит среднее и малое предпринимательство, я думаю, что будет значимый скачок в развитии страны. Липецкие политики поддерживают и курс партии на сохранение всех социально значимых программ и по спорту, и по здравоохранению, и по медицине. Работать есть над чем. Зафиксированы не просто приоритеты, а также то, как и когда они будут достигнуты. Елена Логинова, Алексей Великанов, Липецкое время.